Не каждый день можно видеть, как бьют машину мэра. Нет, теперь не Ярославского, Ближнегорского. Именно в этом городе разворачиваются события фильма «Второй шанс», съемки которого проходят в нашем городе. Здесь мы парни справедливые, которые пытаются добиться того, чтобы у них не отбирали площадку мэр. С одной стороны, это положительная роль, с другой отрицательная, потому что ребята безбашенные в этом плане. Им хочется, чтобы всегда было так, как должно быть по правде, по-настоящему, по закону. А этого не получается. Киношники признаются, что найти автолюбителя, который согласился бы разбить свою машину, было непросто. Каждая царапина, каждое разбитое стекло согласовано с владельцем. Цена трюка – 200 тысяч рублей. Она специальная киномашина, она вся из бумаги, проклеена, она и ездит с трудом. Она декорация, выстроена в павильонах моста или фильма специально, по новым кинотехнологиям, дорогая. Шутку режиссеры оценили. Но машина все-таки настоящая, а вот съемочные инструменты нет. Вместо больших камер операторы снимают на фотоаппараты. Большие камеры у нас есть, мы их используем, когда пресса приезжает в центральное телевидение. А для местного мы вот такие маленькие достаем. Съемочная группа фильма «Второй шанс» уже приезжала в Ярославль этим летом. Сейчас снимают продолжение. Многосерийная драма о молодых людях, желающих пробиться в жизни и не повторить судьбу родителей, выйдет на экраны через год. Алина Комарова, Денис Лосев, ЯНовости. Продолжение следует...